Это программа День с толком. В студии Мария Мацаева. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Итак, коротко о главном. Краи смогут проводить в полтора раза больше операций. В Барнауле строят новый корпус краевой детской больницы. Нас не устраивает. У меня, допустим, у трехкомнатной квартиры в центре. Тот случай, когда жильцы не признают свой дом аварийным. Почему хотят расселить здание в центре Барнаула? Мы любим, чтобы раз сел, вилку взял и прям хорошенечко поел. Мраморный бычок, филе косули, жареный папоротник. В Барнауле показали, какими блюдами будут удивлять гостей региона. На месте будущего моста на новом рынке начали укреплять грунт. В дальнейшем на этом участке будут возведены опоры путепровода. Правда ли, что строители все-таки укладываются в поставленные сроки – ноябрь 2023 года? Об этом смотрите в сюжете. Главная стройка года. У рабочих стоит задача возвести мост практически с нуля. Так на путепроводе увеличится количество полос – до трех в каждом направлении. Сейчас на объекте проводят масштабные работы по укреплению почвы. На четырех опорах предстоит заполнить более трехсот грунтоцементных свай. Вот значимость этой работы, да, еще раз повторимся, в том, что у нас по расчету изначально, то есть буронабивная свая в связи с тем, что слабые грунты в ее основании, собственно, вес даже моста не несла. И была возможна просадка всей конструкции более чем на 15 сантиметров, что, естественно, никакими конструктивными нормами не предусмотрено. Было принято такое техническое решение, как укрепление грунтов под опорой, под пятой, скажем, сваи, цементизацией грунта. Было получено положительное заключение экспертизы на это техническое решение. И вот приступили к работам. Далее строители будут нагружать опоры статической нагрузкой, чтобы оценить результат укрепления почвы. После этого на объекте начнут возводить сами опоры. Напомним, движение по мосту на новом рынке полностью закрыли в мае этого года. Путепровод был построен еще в 60-х годах прошлого века. За эти годы он морально устарел и пришел в аварийное состояние. Чтобы на время ремонта город не встал в пробках, в мэрии разработали новую схему движения транспорта. Она включает в себя разворотные трамвайные кольца, выделенки для общественного транспорта. Также пришлось корректировать работу светофоров, переносить остановочные пункты. Так как сейчас ночные температуры остаются низкими, пока работы на путепроводе идут в одну смену. Но в ближайшее время строители смогут перейти на круглосуточный режим. Сегодня мы говорим о том, что мы для себя пока дату иную, кроме ноября 2020 года, пока не видим. То есть мы будем все усилия прикладывать к тому, чтобы в этот срок объект был введен. Ирина Корчагина. День с толком. Алтайский край в четыре раза перевыполнил план по продаже госимущества. Такие данные предоставил начальник управления имущественных отношений региона Александр Теплов. В ходе онлайн-конференции он ответил, что доходы от приватизации за 2022 год составили почти 463 миллиона рублей. Из наиболее крупных объектов приватизации в 2023 году – семь типографий. В Славгороде, Новоалтайске, Камни-на-Абизме, Нагорске и Олейске. По ним уже объявлены торги. В ближайшее время объявят по объектам в Благовещенском районе и Рубцовске. Продолжат в следующем году и попытки продать торгово-производственный комплекс Алтайского края или по-другому китайский рынок. Торги в октябре в стопроцентном объеме реализовать не удалось. Поэтому власти решили продать акции с ценой отсечения. Вдвое меньше начальной. С 9 декабря на протяжении месяца можно подавать заявки. В центре Барнаула разгорается жилищный скандал. Десятки жителей многоквартирного дома боятся, что у них заберут жилье. На днях районные власти организовали собрание, главным вопросом которого было признание дома аварийным. Для последующего сноса. Собственники считают, что их права нарушены. Ведь ни о какой аварийности и речи быть не может. Валентина Аскерова выслушала обе стороны конфликта. Со всеобщего протеста началось собрание жильцов дома на профинтерна 8. Встреча внеплановая. Ее инициировала администрация железнодорожного района. В повестке вопрос об аварийности дома и его возможном сносе. Люди в шоке. Здание в нормальном состоянии. Без признаков аварийности. У здания даже крыша новая, рассказывают жильцы. Такую крышу делали. Сколько? Сколько? Крыша? 5 лишних миллионов. Если любыми печами добиться признать дом аварийным и затем обесценить эти квартиры, то мы получим просто копейки. Мы консультировались и просчитывали, сколько мы получим. Допустим, стрешки, это даже на однокомнатную квартиру людям не хватит. И думаю, при расселении, если деньгами дадут, то маловероятно, что я даже где-то на окраине возьму. Но мне это не устраивает. Я инвалид второй группы, мне надо, чтобы транспорт рядом был, мог доехать в любое место, в центр. Я недаром выходил на эту точку. Люди уверены, что и само собрание незаконно. В доме все квартиры приватизированы. А это значит, что организовать встречи могут лишь сами жильцы. Представитель администрации говорит об обратном. Вы не праве инициировать собрание? Вы ошибаетесь, мы праве его инициировать, потому что город Барнаул является также собственником жилья в данном месте. Нет, у нас все квартиры приватизированы. Дом на профинтерной и его прилегающая территория почти в 4000 квадратов попала под прицел администрации, неспроста считают жители. Это лакомый кусочек для застройщиков. Центр города, развитая инфраструктура, удобная транспортная развязка. Учитывая, что мы находимся в центре города, что рядом у нас большой участок застройки, я полагаю, что просто есть заинтересованные организации, которые хотят наш земельный участок использовать под застройку. На этом собрании, инициированном властями, жильцы должны были проголосовать за проведение экспертизы, чтобы признать дом аварийным. Но собрание закончилось ничем. Сейчас стороны выясняют, есть ли в доме муниципальное жилье или нет. Но сама идея сноса дома уже витает в воздухе. Люди боятся, что если здесь появится строительный кран, они останутся ни с чем. Косточку какую-то кинут, нас не устраивает. У меня, допустим, у трехкомнатная квартира в центре. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае количество детских операций может вырасти как минимум в полтора раза. В центре охраны материнства и детства ждут открытия нового хирургического корпуса. К его строительству приступили летом этого года. На месте этого котлована в 2025 году будет стоять восьмиэтажное здание. Новый корпус рассчитан на 165 коек. В него планируют перевести отделение урологии, андрологии, хирургии, травматологии и ортопедии. На строительство выделено около 4 миллиардов рублей. В основном это деньги из федерального бюджета и частично из краевого. По словам врачей, сегодня операционные центры перегружены. Новый хирургический корпус поможет решить эту проблему. Это позволит нам оказывать помощь разным контингентам больных. Практически все больные. У нас вообще в центральной клинике мало уезжает больных. А теперь даже часть больных, которые ехали в центральной клинике, могут лечиться у нас. Особенно, если будет оснащение. Специалисты у нас, слава богу, есть. Также хирурги ждут и высокотехнологичное оборудование, которое появится в корпусе. Добавим, за год в Центре охраны материнства и детства проводят более 5000 различных операций. Так как новая больница снимет определенную нагрузку, врачи смогут проводить еще больше операций, как минимум в полтора раза. Не дом, а дворец культуры, как выразился губернатор Виктор Томенко, появился в Косихинском районе. Там после ремонта открыли обновленный многофункциональный культурный центр. До этого почти 50-летнее здание капитально ни разу не ремонтировали. Как оно теперь выглядит снаружи и внутри, расскажет Дмитрий Дроздов. Большой цветок выводят кистью на воде. Необычное хобби увлекает и девочек, и мальчиков. Рисунки на воде и песке, настольные игры, творчеством. Юные косихинцы теперь занимаются в отремонтированном доме культуры. Большое пространство для отдыха молодежи на втором этаже. Тоже там занимаются креативное пространство. Молодежь в любое время могут приходить. И вечерняя там дискотека, и дневное время. В новых залах репетирует ансамбль «Русичи», а за стенкой юные балерины ставят новый танец. Артисты еще не привыкли к такому комфорту. Год назад косихинский дом культуры выглядел так, зданию 45 лет. И капитального ремонта оно ни разу не видело. Настолько было тяжело смотреть, когда обваливается эта штукатурка, окна, которые были деревянные. ДК попал в нацпроект «Культура». И в его рамках на капремонт выделили больше 60 миллионов рублей. Заменили скрипучие полы и старые окна. Обновили фасад и оборудовали помещение под кинозал. Было огромное помещение, просто дискотечный зал. Сейчас предусмотрен кинозал на 39 мест. Все сделано по современным меркам. Функционально и технологично. Удобные помещения для занятий коллектива, видеонаблюдение, система пожарной безопасности, обновленная отопительная система, зрительный зал с мягкими и удобными креслами даже у сцены. Новая одежда. По словам губернатора Виктора Томенко, теперь ДК можно смело называть дворцом. Районный дом культуры, ну, можно сказать, наверное, начинает какой-то новый этап в своей жизни. Это очень здорово, это очень приятно. Ну, Косихинский район на карте Алтайского края свое, достойное место занимает во всех направлениях. Дворец культуры пустовать не будет. Здесь 18 творческих коллективов, от танцоров до собственной рок-группы. Добавим, что скоро обновленный ДК появится и в Солонешинском районе. Там объект также ремонтируют в рамках нацпроекта. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Школьники Алтайского края и Луганской народной республики приняли участие в телемосте. Онлайн-встреча связала две школы – славяно-сербскую и Алтайский краевой педагогический лицей-интернат. Алтайский край еще раз аплодисментами приветствует. В правительстве края объяснили, что главная цель этого телемоста – знакомство с историей, установление дружеских связей между школьниками двух регионов. Дети и взрослые обсудили дальнейшие перспективы общения и совместных поездок. Напомним, славяно-сербский район ЛНР подшефный Алтайскому краю. Знаете, понимаешь, что фамилии-то у нас одни и те же. И мысли у нас одни и те же. И эта встреча «Единый урок» – это еще раз говорит о том, что мы продолжаем сотрудничать. На самом деле возникают уже такие ситуации, которые свидетельствуют о том, что мы совершенно близкими стали. Для меня таким событием была совершенно случайная встреча, извините, на рынке, где подошли молодые люди, интересовались сопровождающими продукцией. И сказали, что орехов никогда не пробовали. Я говорю, как так? Находите здесь, не пробовали грецких орехов? Они говорят, я говорю, а вы откуда? Они говорят, а мы из ЛНР. Я говорю, а откуда из ЛНР? Они говорят, мы из славяно-сербска. Вы не представляете? В конце ученики Барнаульской школы спели своим новым друзьям песню «Россия, мы дети твои». На этом телемост завершился. А теперь к другим темам. В Барнауле журналистам показали, чем будут угощать туристов. В регионе открыли зимний туристический сезон. Традиционно он начинается с фестиваля «Алтайская зимовка». Чем известные рестораны будут удивлять гостей и жителей края, узнала и наша съемочная группа. Жаркое из лося, колбасы из конины, жареный папоротник, пироги с лесными ягодами, сбитень. Таким на вкус будет казаться Алтайский край для туристов со всего мира. Уникальные блюда сегодня подают журналистам в ресторане «Горная аптека». Специально для фестиваля «Алтайская зимовка» здесь составили гастрономическую вкладку с блюдами из местных продуктов. Это новинка фестиваля. Есть специальная вкладка «Гастрономическая алтайская зимовка», на которой имеется перечень блюд. И с обратной стороны краткая информация о регионе, контакты туристского центра Алтайского края, чтобы можно было по ходу, например, туристу задавать вопросы, если он хочет либо куда-то поехать, либо какую-то локацию посетить. Меню Алтайского края очень разнообразную. В него входит множество видов мяса, рыбы, это дичь, выпечка, различные пироги. Все, что делает нас здоровыми, очень вкусное и поднимает настроение. Барнаул – лишь часть гастрокарты региона. Журналисты оценили блюда трех заведений краевой столицы. В ресторане «Среда» жителям и гостям города предлагают целый свет в рамках алтайской зимовки. Это милфей из вяленого морала, голубец из гуся с пшеницей, муссом из пармезана, филе косули, мраморный бычок и еще пара блюд, о которых мы бы даже никогда не узнали. Гости едут, пробуют, всем нравятся. Такие вкусы, сочетания такие. Не везде встретишь такое на Алтае. Еще один ресторан, который присоединился к алтайской зимовке – ресторан «Ползунов». Вдохновение берем из русской кухни, то есть из старой. Берешь какие-то старые блюда, смотришь на них по-новому. То есть, допустим, там просто смотришь, там кусок мяса, еще что-то там, свеклу запекали. Русская кухня вся славится своим приготовлением на открытом огне. Это большие порции, то есть большие крупные кусок. То есть в русской кухне никто не заморачивался, миленько там не рубил ничего. Вся русская кухня подается крупно. Мы любим, чтобы раз сел, вилку взял и прям хорошенечко поел. Шефы ресторана делают ставку на мясо, считая, что зимой оно особенно заходит голодным гостям. Кстати, в заведениях планируют в будущем внести в основное меню те блюда, которые особенно понравятся гостям и жителям Алтайского края. Валентина Аскерова, Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Сдай батарейку, спаси зверюшку. В школах, детских садах и вузах Барнаула набирает обороты природосберегающий проект «Экология за нами». Его участники собирают десятки тонн мусора. О ком и о чем они заботятся и что идет на переработку, смотрите далее. Поднимите руку, кто приносил батарейку. Поднимите руку, кому нравится заниматься экологией, спасать наш мир от всего этого мусора. Обычный урок окружающего мира в Барнаульской школе. Каждый ученик здесь знает. Одна батарейка отравляет 20 квадратных метров земли, 400 литров воды и место проживания одного зверька. Чтобы не вредить природе и братьям нашим меньшим, дети вместе с педагогом разделяют мусор. Пластиковые крышки, батарейки, макулатуру – всему свое место для утилизации. «Кроме этого идут соревнования. Ребятишки у нас разделены на команды. Это наши вахтенные журналы. В каждой команде у нас есть щитовод, которому как раз приносят крышечки и щитовод подсчитывает, кто сколько крышек стал. И в конце четверти мы подводим итоги о том, какая команда все-таки у нас будет победителем». По количеству собранного дети соревнуются и между классами, и между школами. По итогам прошлого года 85-я гимназия собрала больше сотни килограммов торсырья на переработку. И такие объемы даже не победные. Кстати, идея воспитывать новое проэкологичное поколение пришла студенту Агу Даниилу Егорову. Его проект «Экология за нами» победил на региональном конкурсе. И такие экоурны массово поставили в школах. «В Барнауле есть несколько пунктов приема пластиковых крышек и макулатуры. Мы сдаем им. По батарейкам у нас платит за утилизацию один из спонсоров проекта. И по итогу собранные батарейки мы отправляем на предприятие в Челябинск для переработки». Сейчас проект расширяется. Больше 130 школ, детских садов и 6 вузов в крае в 4 городах региона уже включили режим экологичности. За прошлый учебный год они собрали на переработку 20 тонн макулатуры, полторы тонны батареек и 500 килограммов пластиковых крышечек. Рекордсмены по сбору вторсырья получили сертификаты на спортивный инвентарь. А для самых активных экологов этого сезона вновь готовят ценные подарки. Мария Мацавр, Александр Антропов. День с толком. До конца следующей недели в Барнауле развесят больше сотни новогодних баннеров. На них Дед Мороз со Снегурочкой будут пробовать себя в разных профессиях. Так, дизайнеры плакатов отразили тематику следующего года. 23-й будет посвящен педагогам и наставникам. До 15 декабря плакаты разместят на Правобережном, Новосибирском, Змейногорском, Павловском трактах, а также на основных магистральных и второстепенных улицах города. А теперь к другим темам. В Барнауле вновь проводят культурные сезоны. Это ежегодный проект, в рамках которого для всех желающих проводят лекции по психологии, отношениям и питанию. Знания преподносят эксперты, причем абсолютно бесплатно. На одной из лекций побывали мои коллеги. Вот вам как сидится? Комфортно. И удобно работать, не мешает все. Слушать себя и слышать других – непростая задача. Ведь информацию мы получаем по разным каналам. Жесты мимика могут рассказать о человеке еще до того, как он открыл рот. Сегодняшняя тема открытой лекции для горожан – важность невербальной коммуникации. Я очень высоко оцениваю актуальность коммуникации в любом виде. И считаю, что современников крайне важно неправильное слово «учить». А показывать возможности коммуникации и показывать, как наша жизнь ежесекундная. Зависит от того, как правильно, как интуитивно, верно мы выстраиваем коммуникацию. Мне кажется, это важно. Этой зимой в Барнауле уже в пятый раз стартовал проект «Культурные сезоны». Это серия лекций с публичными жителями края, профессионалами своего дела, экспертами в той или иной области. Елена Лукашевич участвует в проекте уже пятый год и называет его площадку местом встреч неравнодушных и интересных людей. А для Елены Чесновой это вторая лекция. Она – постоянный игрок в мафию и с новыми знаниями по считыванию людей надеется побеждать. Мы общаемся очень плотно вместе с лектором, изучаем, сами исследуем. Поэтому такой формат очень интересный. И на самом деле я сожалею, что я до этого не участвовала в прошлые годы. И даже на детские семинары тоже записала своих. По статистике основным запросом является больше саморазвитие. То есть очень много интересующихся людей. И мы очень рады, что благодаря нашему проекту мы удовлетворяем потребность людей в знаниях, в каких-то новых открытиях для себя. Это на самом деле очень интересно. Для детей здесь проводят творческие мастер-классы. Для людей постарше говорят о психологии, построении отношений, личного бренда, правильном питании. Лекции будут проходить весь декабрь. Для входа нужно лишь зарегистрироваться на сайте культурных сезонов. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok